так что у нас тут да игнатий тихонович я вам я вижу вас у вас а я не камер какой-то там со светками а я вас не вижу ну не надо пусть я ничего не могу сделать я сам себя вижу ну не надо будет так давайте разговаривать давайте говорите так значит я вам уже я немножко написал вы прочитали я прочитал все вот что я была у баптистов как у меня было видение потом пятидесятники харизматы субботники ой там в общем пальцев на руке не хватит еще и все время я ходила искала где жизненно потому что собраниях знаете вот так придешь в начале все хорошо с любовью братья принимает сестры общаются но потом вот как бы когда узнаешь год проходит два и начинается духовный голод и когда по мере общения вот в этом собрании допустим уже начинаешь видеть человеческие ну как они называются терки вот понимаете что-то не решает кто первый кто второй кто третий кто главный кто я всегда как начиналась вот такие вот все разборки я всегда уходила переходила в другую общину искала спрашивала и в итоге более всего мне не хотелось эти православия более всего когда уже я во всем разочаровалась я год сидела просто молилась говорю господи куда же мне все таки пойти но нельзя без общения без истины все равно что-то не хватает постоянно и все-таки через интернет вот я вошла в интернет и стала общаться читать книги пришла все-таки в православии поначалу мне было очень тяжело вы знаете вот это сектантское мировоззрение она сразу не воспринимает вот иконы но я стал читать бренчанинова потихонечку стала немножечко приобщаться и знаете вот первое время я поняла что вот я когда зашла в церковь я никому там не нужна никому абсолютно на меня там я вначале думала если я приду в церковь меня ли повесит где-нибудь на столбе на столбе потому что я ну сектанткой была я читала что к сектантам такое отношение начиная еще там с древней руси их всегда гнали никто не общался и даже не молился ничего но на меня никто не обратил внимание я подошла к батюшке говорю батюшка вот я бы я вот сектанты была как вот мне вот к вам прийти что мне делать первое слово я сказал мне сказали что надо я бы ну я хотел бы вот церковь ходить мне некогда придешь там позже и в общем он уехал ничего мне не сказал я к другому батюшке подхожу говорю батюшка как вот мне вот у меня какие-то вопросы есть что я думал со мной хотя бы сядут поговорят мне сказали так иди в лавку купи закон божий читать там все написано ну я купила закон божий почитала то что я почитать почитал я там примерно знала я зашла опять в интернет стала но больше так общаться читать другие книги что найду то и читаю у меня в уголове такая каша образовалась одни говорят это можно другие говорят это нельзя третьи говорят ну в общем знаете вот такие вот разномыслие вот и хожу вот я уже примерно около пяти лет православия я просто вижу что никто с нами особенно не разговаривает вот нашем храме например общая исповедь не такая исповедь как иоанн кронштадтский говорил что люди плачут там ну переживают а просто накрыл нас батюшка всех епитрихалию допустим или как она там называется епитрихи ну вы поняли чем отпустил нам всем грехи грешен грешен на записочки единственных записочки мы написали все свои грешки отдали батюшке все до этом закончилось никто с нами так особенно не общается ну я так воспринимаю слава богу что я хотя бы прилепилась православию это истинная церковь я знаю причастие там не так преподается как у сектантов это я тоже знаю вот но все равно духовный гол все равно я чувствую что-то не то потому что если я у сектантов задавала вот как мне допустим бороться со своим грехом раздражение там гневливость лень мне говорили ну что то без что тебе еще надо ты же спасена это другие там не спасены а ты спасена бог тебе же простил все твои грехи ну и все а я же чувствую что на самом деле по сути я духовно просто как бы умираю нет у меня такого ну как бы горения и я так просто размышляла вот вы говорили о рождении свыше я считаю что я родилась у баптистов я успокоила себя уже что это действительно там люди что же приходят богу если никто ничего не знает там что же получает спасение ну хотя бы прилепляются к господу учится библию читать я помню как у меня поначалу я всем проповедовала все-таки значит я раздвина была свыше мне хотелось расстаться со всеми грехами мне хотелось больше всем ходить рассказывать свидетельствовать хотя обо мне так на меня крутили пальцем вокруг головы что-то там тетенька с ума сошла ну всех так воспринимают я я это все понимаю но теперь меня интересует на данный момент как мне духовно возрождаться как мне следовать за господом как мне бороться со своими грехами вот что такое крещение духом святым если она сейчас я была пятидесятников вы же знаете они говорили иными языками как мне исполняться духом святым вот как как мне просто жить святом духе потому что у святых отцов это или мало говорится ли может быть что-то я не так понимаю вот такой мне вопрос вот расскажите пожалуйста ну что сказать как говорится к месту пришли то что я вам отвечу православные знают очень и очень мало число и как правило это знают только те которые были некогда в сектантах вы бумажки вот а я вижу что-то у вас и возьмите ручку если я пишу я что-то буду называть вы так возьмите и черкните для себя да да я пишу я всегда пишу записываю но в первую очередь чтобы мы друг друга не потеряли вы держите наш mail.ru я вам пошлю где наш форум где сайт и где наш видеоканал а я все это уже знаю месяц за вами наблюдают четвертый месяц каждый день все смотрю читаю она видео наши заходите видеоканал ну конечно я с утра начинаю вашим видео хорошо молюсь хозяйств управлять и сижу вот это все смотрю а вот последняя сама мы беседуем с александром вчера вчера ну да но сергей смотрела как раз для вас да для меня я еще хотел сказать на все вопросы почти отдельные какие-то поэтому чтобы мне не повторяться я отвечу только на самые главные темы которая необходимо каждому узнать первое вы себе пометьте мы к этому я буду возвращаться это рождение свыше вы правильно сказали что если вы даже встречались со священниками они не могут сказать потому что они не рожденные свыше в абсолютном большинстве поэтому вы не по адресу к ним обращались вам нужно было найти кого-то если бы там кто-то был кто из сектантов пришел в православие это люди пережившие духовное рождение духовное рождение бог дает независимо от того где человек находится он может быть у мусульман может быть у буддистов но он услышал весть о христе и принял а церковь это только там где естественно рукоположение от апостолов если этого нет самое хорошее самое доброе они называют динаминации нет такого слова конфессии нет такого евангельского слова есть церковь и есть мир все так это в миру люди но они за церковь это как угодно называй нам нужно научиться пользоваться терминологией святой библии вы библию иначе никогда не называйте как святая библия чтобы вам понять каков я я скажу истребите из своего лексикона если у вас есть некоторые слова например проблема это не евангельская зато американцы занесли к нам не упоминайте его но она уже есть нерешенный вопрос запишите себе запишите она уже это слово говорит проблема истребить его напишите нерешенный вопрос и мы начинаем решать во свете святой библии священники иногда говорят о кормлять это прищищать истребить это слово нет какого такого слова нет в библии а есть слово прищищать все тело и крови христовой а вот у сектантов этого нет они не знают они готовы у нас это воспоминания жертвы господни вечера господни я с вами могу говорить потому что я сам обратился среди пятидесятников но я там не получал ничего кроме святой библии я его получил и это мое общение с ними заключалось получение библии но отсел и допустим три часа дальше мое общение было с ними уже во свете библии я засел за библию у меня до 10 часов день уходила за изучением библии и я изучаю теперь во свете евангельских истин святых отцов 51 год 51 год не день и поэтому вот у меня на сайте я отвечаю там на 4124 вопроса на сайте не на форуме вот на сайт когда зайдете и там справа 55 папок допустим секты и вы сразу поищите там может быть ваши вопросы вопросы отвечаются по четырем пунктам вот плохо что вы меня не видите вот первое святая библия второе что об этом говорят святые отцы с первого века называется святоотеческая литература святые отцы ну я назову самые знаменитые василий великий григорий богослов ян златоус третье этот вопрос нужно рассматривать во свете это во свете святых соборов вселенских это 7 вселенских 9 поместных и святые отцы это 719 правил напишите 719 правил до восьмого вселенского собора в восьмом веке которые регламентируют нашу жизнь если евангелие является путем то вот эти правила является вехами вешками на этом пути чтобы не заблудились как совершать правильно молиться как правильно крещение совершать как вечера то все эти вопросы там отвечено это вот я назвал вам три пункта и четверто это жития святых жития святых это 12 книг на каждый месяц почему вы елена называетесь кто первая елена какая она была это 1173 жития и любой вопрос вот в этих по этим четырем параметрам я рассматриваю то есть к этому добавить ничего уже никто ни один человек не сможет потому что это полнота так вот первый вопрос который должен решить христианин это рождение свыше в рождение свыше входит следующее я не знаю как вас учили я вам объясню как должно быть первое чего многие православные не знают не многие а больше может 90 процентов не знают и все из-за лени священников невозрожденных ты должен признать сознать что ты грешник погибший окончательно и бесповоротно вот этот пункт нужно решить я погиб я в аду и выхода никакого нигде нету нету выхода люди говорят я вот пойду на исповедь батюшка накроет и петрахелию и батюшки грехи сдам ничего ты не сдашь да бог простит бог не прощает ни одного греха за так вот эту фразу запомните никому не прощает моисей избранник божий умер и пошел преисподние места давид пророк они были все внизу но не верху не на небе и за ними туда сошел христос это второе послание петра пишите 4 глава 6 стих 2 метра 4 6 и 1 петрах 1 1 петр . дальше 3 глава и дальше 19 стиха дальше по с прочитаете то ты должен сознаться что ты погиб окончательно и когда мы вот этот реквием включим и надежды нигде нет и мы все пропали навеки окончательно и тогда из евангелия не из природы бога можно узнать по звездам по природе по красоте творения а уверовать может только от слышания а слышание от слова божия послание к римлянам 10 глава 17 стих римлянам вера от слышания от слышания словом божием словом божием называется у него три названия это священное писание второе и третье святая библия ничего кроме этого слова божием не называется другой это святые отцы каноны соборы но превыше всего слова божия и бог нас будет судить по святой библии где написано евангелие от иоанна черкните себе я окружите кружком 12 48 иисус христос говорит я не сужу вас слово которое я говорю она будет судить вас последний день в последний день и когда мы поняли что выхода нет из евангелия мы узнаем что за наши грехи воплотился стал человеком сын божий второе лицо троицы и он взял на себя грехи мира евангелие от иоанна 129 пишите евангелие написано вот агнец божий который берет на себя грех мира грех мира святой иоанн златоус говорит так нужно научиться присваивать сказанной богом то есть он умер за мир а ты скажи умер за меня это лично мой спаситель он умер за не заигнать а ты скажи за елену за меня умер и он взял грехи то есть возмездие за грех смерть римлянам 623 римлянам 623 это сделать это же двумя кругами очертите это центральный стих и поэтому грехи бог не прощает никогда и не может простить не может почему это не его свойства говорят бог всемогущий все может он всемогущий все может но самого себя написано отречься не может написано бог никогда не скажет неправды неправду не может сказать бог почему а потому что он истина и когда мы скажем что я господи признаю что я погиб и возьмись за за мои грехи смерть и это все взял вину на себя господь а посланник евреям павел горит без пролития крови нет прощения грехов тут включается 1 и она 17 запишите это наизусть 1717 первое явно и она а первая глава носите я сейчас закончу это кровь иисуса христа ощущает нас от всякого греха говорите нет но дело в том что вы сейчас говорите у баптистов вот там где я я именно вот так вот слышала но я рад за вас я рад к этой теме не возвращаемся но чтобы у нас было понятно что мы говорим понимая друг друга да вот это все дальше второй вопрос который только два вопроса надо решить быть вадимом духом божиим получить крещение духом святым если этого нет и человек не имеет духа святого а так кримлянам 89 запишите да кто духа христова не имеет тот и не его а вот для этого то сын божий пришел он сказал сидите ждите в иерусалиме доколе не обречетесь силой деяния апостолов 1 8 я не апостолов обречься силы это есть крещение духом святым но когда они облекли силой ну в день пятидесятницы тут любой скажет хоть баптист хоть пятидесятник сидите и ждите они ждали его на 50 день сошел дух святой они до этого сидели а тут полетели как орлы по всему миру проповедуя евангелия и вот вы когда сказали что вас было такое рвение пойти свидетельствовать это дух божий вы не сами по себе вы единственное чего вам не хватало вот я как кратко вашу биографию немножко узнал вы были не в церкви чего вам не хватало вы в православии здесь почерпнете многое-многое но корень всего там и вы никогда не забывайте что были у баптистов вы не бойтесь ни бабушек никого говорите батюшка я поняла они не церковь но дух святой меня там нашел не похудите баптистов не похудите пятидесятник никогда никогда заранее потому что я вот говорю я обратился там то тогда баптисты с пятидесятниками были объединенные вместе еще мне говорят как бы ты ни говорил значит ваше слово имело больше успех православия мне об этом не надо думать я должен говорить правду павел я был гонитель церкви божией я от парисея парисей и я этого не скрываю и господь меня еще больше благословляет вот что я убедился крещение духа это означает облечься силой а облеглись вы или нет вам ни один человек этого не скажет это внутри вас кто знает что человеке написано кроме духа человеческого живущего в нем вы в основе святой библии себя определите какие вы были до покаяния у баптистов и какое стали после покаяния вы на себя со стороны если взгляните но я говорю уже про себя я увидел это другой человек родные и близкие все меня увидели другим что с ним сделать как говорите пальцем крутили вокруг головы возле виска ты еще рехнулся новая женщина где-то там а я учился я работаю на корабле у меня отличное здоровье после армии передо мной все дороги открыты в любой университет поступаю любой конкурс побеждаю но открыв евангелие понял я ничто я в это время занимался на семи языках я связал книги все бросил под пол у меня осталась одна святая библия я склонился перед богом я понял я 0 я ничто и и поэтому дальше я просчитал и сеющий и поливающий ничто но все бог возвращающий вот вы пришли церковь что вы можете будете иметь здесь нового кроме того это причащение истинное толкование истинные пастыри у которых есть власть прощать и разрешать вы лишний раз не обращайтесь чтобы не разочароваться но это церковь это корабль господь говорит врата ада не одолеют церковь и вот тут баптисты остальные сектанты ошибаются что церковь свихнулась теперь мы вот ее выправляем вы помните такой момент когда давид перевозил ковщик и он наклонился иоза решила поддержать и бог его сразу убил то есть человеческими силами пошатнувшись на тело боже не выправляется не исследуй не касается там но это два толкования божья матери церковь это одно и то же потому что она в церкви была и поэтому если у вас вопросы эти решены вы задавайте вопросы которые уже пониже эти два вопроса я вам объяснил а вы разве могли получить там священник скажет у вас нет мира помазания если нет получите мира помазания это усилит доступ благодати вот и все может быть вы там ничего не будете иметь но находясь вот у нас вы если бы могли скачать книги толкование на весь новый завет по святым отцам это на не на форуме на сайте вы уже все скачала я уже читаю все выше этого ничего не найдете и кто что пришлось вам где-то блуждать в этом попросить конечно прощения у бога но не скрывайте никогда мало ли где скажи бездомная собака бродит таких она говорится на хватает клещей на себя но меня бог возлюбил он умер за меня и кровь свою пролил страданием на кресте меня у меня он был слова-то саде он давно во имя нас зовут христиане поете горе к себе если вас вспоминаю с собой какие сердца господь знаете какие песни хорошие у баптистов а у нас в общине так их и поют вы когда увидите собрание у нас идет или после собрания на занятиях перед занятиями у нас сидят у нас там у каждого почти песни восхождение духовные сборы видели как мы ничего не отрицаем никак теперь пятидесятники у них самое главное заблуждение которое было у баптистов что они не в церкви они стали считать крещением только говорения на других языках не на других а на незнакомых языках это не иные иные это апостолы получили а каринская церковь незнакомые и они не понимают совершенно эти места я много занимался по святым отцам и увидел я спрашиваю скажите языки это знамение они грудо это все пятьдесятники и какие знамения для верующих или неверующих ну я уверовал дошли для верующих ягра описание говорю для неверующих а когда ты неверующий был тебе знамение это ничего не дало а как а если кто зайдет неверующий то не скажет ли что вы беснуетесь так написано 1 коринфе 14 глава для неверующих означает для тех которые просили этого а ян златоуст вот он заговорил почему потому что евреи говорили вы язычники вход в царство небесное вам закрыт скажет оттуда известно но когда апостол павел свидетельствовал о своем деле то апостолы сказали ну что ж видно язычникам бог дал видно язычникам то есть этот момент они не верили им казалось небо дано только для евреев бога избранный народ богу хватит нас но бог избрал и нас павел готов ныне иду к язычникам из-за среди язычников прославлюсь пророчества говорили поэтому нам бог открылся и мы должны быть благодарны евреям за то что сохранили слово божие попутно я буду немножко отклоняться от разговора это не только для вас а для тех кто рядом и услышат хотите быть благословенными вы благословение от проклятия умеете отличать ну конечно имеете благословенный у него все будет для спасения и дети будут послушные и у тебя ну бог сделает как надо так вот первое благословение авраамова благословляющий меня благословен будет быть и 17 глава никогда елена нигде не слушай и не не прислоняйся к разговору где проклинают евреев его можно только благословлять я это делаю ради моего благословения благословляющий будет благословлен никогда не хули евреев так они ограбили они все я ничего не протестовую но я прислоняться к этому не буду у меня есть страх божий евреи не трогай это закваска мира и все эти майдан это все оттуда идет а почему им бог указывает этот путь мы другого не заслужили мы даже плакать и молиться в прахе и пепле не поносить не ющенко который был там не януковича не который пришел арсений ваш не никого не что там говорит это ну юлия тимошенко это бог допускает по времени как из воды надеял видела то овен вышел то козел они друг за другом тот разбодал его это они назначены третья книга езды говорит у орла вырастает крылья подкрыльники моно малое время исчезает вот и все нет мы должны молиться за правителя вот мы молимся за всех ваших которые есть сегодня которые были мы молимся и за горбачева чтобы отдал покаяние я покаяние чтобы он не ушел из этой жизни натворив столько дел не знаю его я вот вижу на майдане я регулярно смотрю и отвечаю с украину у меня много задают вопросы искайте без скайпе беседуем мы не можем одобрять не взятие крыма ничего другого мы можем только плакать и молиться другого оружия у нас нет да кого еще не патриот патриот царства небесного земной патриотизм делает шовинистом земной патриотизм патриотизм делает экстремизм в самом плохом смысле мы патриот небесного царствия и апостол павел говорит если бы авраам и там помышлял о земном отечестве то имел время вернуться но мы имеем отечество на небесах слова отечества от отца я молюсь в отче наш сущий на небесах и когда вам это открыто вы с пятидесятниками встречаетесь только не одни одни не ходите с кем-то найдите верующих вам бог даст таких верующих вы им скажите когда нет истолкователя молчи почему не молчите апостол правило правило нет истолкователя молчи если от бога он говорит и духи пророческие повинуется пророком а у вас они не повинуются вы понимаете у вас на глазах все признаки что это не от бога и при том говорит два или три собрания за все собрание два или три а вы хором как гуси гогощите ну я пятидесятникам знаю я очень много среди них было я не имел ни языков ничего я если знал то я изучал немецкий язык там английский занимался просто занимался самостоятельно я вам немцев говорил собрание это бог мне давал но это просто от научения поэтому не хули евреев и второе благословение заканчивается ветхий завет плати десятину малахия 2 3 главы и говорит проклятием вы проклятие народ божий что обкрадывайте меня пророк говорит а чем мы обкрадываем тебя с десятиной приношением никогда не оспаривайте ее освещение скажет ну у которого вы исповедуете с тому в руку передайте 10 сейчас пенсии или что-то господи я хочу быть благословенным я это делаю ради тебя и поэтому 90 рублей 90 тугриков или как вы называете что у вас там есть вот гривны гривны значит 90 ты заработала десятую 100 бог дал мне что ты своей рукой обвернула назад ему он говорит меня обкрадывать а если это мои деньги еще обкрадывают я могу и пропить про есть потому что десятина нам не принадлежит вот почему когда мы тратим на себя обкрадывайте меня она нам не принадлежит а просто в ящик нельзя положить церковный или ему именно то вы передайте лично ему а вам будет распределиться для себя это я вам подсказываю как а там незнакомые которые люди приходят неверующие там положат вы сделаете как положено лично в руки тому у кого вы исповедуетесь изберите себе одного священника за присмотритесь к ним и будь не будьте назойливой узнать его имя исповедуйтесь я скажу батюшка я хочу лично исповедовать лично не так что махнула петрахилю и все чтобы все ему рассказать если будет попытка неудачно не отчаивайтесь бог испытывает вашу веру найдите другого третьего все равно вы найдете вот у нас и на тихонович и на тихонович вот у нас церковь нашим городке где мы живем вот у нас донецк область мы живем небольшом городке у нас общий исповедь а рядом у нас буквально там полчаса ехать храм тоже и там только частная исповедь но большинство священники говорят вот если вашем городке есть ну церковь туда и должны ходить вы там родились ну как бы у меня может быть проще в другой церковь ходить да поэтому священник говорить ни на чем не основываясь ты избери такого пастыря говорит златоус чтобы вместо пастыря не избрала волка вы не забывайте следующее когда господь говорит посылаю вас как овец среди волков вы считали овец кого назвал овцами верующих а волками кого назвал иудеев и все кто противился истине но когда деяние 20 глава мы считаем господь говорит павел собрал из милита из еписа пришли в милит люди священники епископы и он говорит восстанут лютые волки из вас самих люди будут говорящие превратно то есть там только волки безбожники а церковники одеты лютые волки бешеные и мы даже сколько у нас есть сил приложить силы чтобы этого не было а они такие будут но ты не потеряешь ничего здесь ты на не молиться она исповедь ездить в другой город кому ты доверяешь но там посмотри поговорить с людьми какой батюшка более прилежный кто проповедует кто ведет занятия полчаса до у нас городе дольше ехать в москве идут полтора часа храму тут ничего такого нету и у вас наладится эта жизнь я говорю так если ты верующий ты уверовал ты должен быть в церкви колоссиным 1 18 говорит иисус глава церкви глава и 1 18 колоссиным а церковь это его невеста это невеста его жена а церковь только там где из от него рукоположенный епископат это деяние апостолов восьмая глава и всю пересчитайте двух святой исходит только через апостолов и сегодня через епископов не так что я пошел там куда-то и врата да не одолеют ее я с вами во все дни до скончания века говорит господь сектанты здесь заблуждаются а потом какие вопросы вас будут интересовать мы с вами с побор свободно их обсудим никогда не придавайтесь отчаянию есть такое выражение нила синайского вы можете его записать согрешить тире согрешить тире дело человеческое то есть это свойство запятая а отчаиваться то все пропал не найду и истины отчаянца тире дело сатанинская нил нил три буквы николай и иван леонид не они нил синайский скосказание не я сказал это где-то 8 век вот поэтому никогда не отчаивайтесь отчаяния наводит сатана вы найдете хорошего священника у вас будут хорошие друзья вот у нас видите как в общине у нас все пришли сознательно все приняли крещение троекратное полно погружением через университет я в пяти университетах вел занятия ради программы вел поэтому была прибыль очень большая сейчас не веду я занятия там где-то все приостановилось только уменьшается но зато у нас много в интернетных новых друзей и сектантов приходят которые вот вы знаете что мы собираемся путешествовать путешествие такого никто никогда не предпринимал тем более я еду меня 38 книг из печати я везде дарю в прошлом году мы много посетили но не меньше на 25 городов на украине мои книги находятся в киевской национальной библиотеке в двух парламентской библиотеке в харькове то есть эти города южнее в одесса николаев там везде мои книги не считая районных центров весь крым мы обошли мы были нас везде принимали очень хорошо ну люди то наши верующие мы уже садимся они еще в карман нам гривны толкают чтобы по нашей хоть территории то про помощь проехать мы встречали люди просто отличная глубоко верующие это все в интернете выставлено я в храме у них там говорю слово задают вопросы там в тбилиси были мы в москве где принимают нас принимает они везде а где вот мы знают наши друзья там и значит вот два вопроса о рождении свыше крещение духом святым значит вот я для себя решила мне нужно первым делом мира помазываться так у священника обязательно я там исповедовалась я уже давно там исповедовалась но бывает что раз в два три месяца я туда езжу исповедуюсь потому что там намного больше строгая ну как сказать служба и я ее понимаю даже на церковно-славянском языке я ее понимаю даже если там ну по-русски не говорят но церковно-славянский язык если поближе подойти там к этой кафедре я понимаю теперь мне нужно значит определиться с десятиной не в ящик ложить я стараюсь десятину платить но не в ящик а именно священнику именно священнику которого будете исповедоваться я выберу меня хочется в ящик положить положить вторую десятину но десятина первое предложить священнику это тавита 18 запишите где написано а если он не захочет взять скажет положить не захочется взять скажите я отдаю батюшка вам положить его к ногам скажи это предложит вам святая десятина второе я не сказал но в детстве вы были крещёны до младенчестве в младенчестве а где вы крестили церкви я у меня крестили в россии там но церковь область до в церкви тогда вам помазание не надо я думаю что вы вообще не знаете этого вы помазаны тогда поэтому вам господь так открыли какую эту истину так минутку сейчас подождите спрошу минутку говори да здрасте так примерно завтра мы отсылаем уже вам я написал я написал только когда получите книги книги вы наверно прочитали на фоне книг обязательно сфотографируйтесь и мне вышлите фото карточку для радости за на одной симфонии на житья святых только автограф поставить да хорошо я понял я понял это я постараюсь завтра сделать володя напомни мне авто а вы вы это подождите вы же в mail рут его заходите ко мне ну вот а там и прилепляется файл фотография так теперь я вам показывал сколько стоит пересылка и прочее вы получили эту сумму ну все все так и есть значит завтра у нас будет старшая сестра как раз будут братья на машинах и на главпочтам то они постараются отвести а вы не дали его вот это даете а почему у меня не написано но и завтра то я бы коснулся сейчас же немедленно сделайте адрес с индексом с телефоном все потому что иногда на почте задержится если телефон написан по нему сразу вас найдут этого это большая конечно ценности и поэтому мы ну уж даже позаботиться напишите и когда получите прям сразу же мне ответьте потому что у нас это на контроле мы молимся чтобы дошло все я зайду несколько раз я сейчас по skype разговариваю с украиной а потом отойду я обязательно и мы многократно заходим но у меня две странички mail.ru в одной я с голубем это контрольно это модераторы ведут а другая просто в шапке вы на эту выходите страничку как его за что с ним а сколько ему лет ну хорошо я помолюсь я записал вас мы сегодня помянем перед богом нам очень многие звонят просят помолиться и вы тоже помолитесь о нас чтобы наше путешествие необыкновенное большое самое длинное по европе если это богу угодно совершилось спаси господи поэтому мы ничего не знаем и вот вышел ролик сейчас там написано если наш путь не угоден господу пусть он гору эльбурс перед нами поставит чтобы не перешли ее ну с богом тогда выйдите и правда я еще дам сегодня на вас выйду получил нет я адрес все сбор с богом отошел отошел елена это у меня раз разных сторон книги просят вы выслать и книга счету у меня 90 процентов крик я бесплатно отдаю ну а я скачала ваши книги на электронную книгу и отдельно читаю просто все книги скачал все-все игнатий тихонович вот еще значит мы решили ну мы с вами выяснили о том что мне мир помазание не нужно не нужно раз вы помазаны вы священнику все это расскажите только расскажите где были как и скажите батюшка мне нужно ваше внимание время от времени я скажу буду приходить чтобы мне снова не заблудиться просто смотрите и дело в том что вот я многих из сектах была я все обошла я единственное что только не побывала не успела у иеговистов но они у нас тоже в городе есть и я в каждой секте вот нас перекрещивали я уже наверно раз пять принимала крещение и у баптистов и у пяти ников еще там церковь христова была всех нас перекрещивали то крещение неправильно это правильно я очень я уже запуталась какое ну у меня правильно конечно православное крещение конечно вот но там где вот храм который я говорил у нас недалеко от нас там специально баптистерии выстроили и там при ну преподают крещение полным погружением это я точно знаю но так как я не знаю как меня крестили но всех младенцев обливали наверно или как-то крести вот если вы были облиты просто надо перекрестить и крестить я не могу сказать у вас если батюшка узнает что вы моченый он не будет этого скрестить не будет ну да да но я не я знаю что мне уже 53 года что я помню когда меня у меня бабушка верующая была православная и прабабушку очень была православная на по ночам просто молилась ночами у нас в доме в нашем вот я помню свое детство полностью комната была заставлена иконами и такие иконы были большие я когда маленькой была мне три четыре пять лет было я помню она все время как ночью выйдешь ну там маленькие выходили там по своей дужде и вот я все время видела она днями ну ночами стояла и молилась одет у меня был вот мой дед Михаил Иванович он ее гонял за это ну свою как она тещу и она молилась тайне ну видно что человек верующий был и вот вы говорите что наши вот бабушки моя бабушка вот прабабушка бабушка они мне ничего не говорили о боге но я видела я видела их отношения вообще к людям просто господь через них но отображался до доколе не отобразится вас христос вот именно в них я видела христа и когда уже прошло сколько-то время там уже прошло 25-30 лет вот я пришла к богу в 31 год и тогда я начинала постоянно я видела что мои бабушки это действительно пример иисуса христа вот понимаете и уже спросить как я уже была крещена я знаю что у меня была крестная крестная это ну моей бабушки сестра родная она тоже была очень верующая это волгограде было нет это было саратской области я там родилась а волгограде мы уже жили там вот мама у меня детское крещение у вас не на украине было нет 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 я россии сама я поясню дело елена послушай вот чем дело потому что у нас батюшки тут крест от как попало потому что они все с украины они про католичные они тут веру всю перепортили у нас это с белоруссии из украины они там с католиками с униатами всю жизнь они и крещеные приезжают сюда полное крещение об этом патриарх алексей второй говорил это все святые отцы говорят об этом 136 свидетельств я собрал но у нас зайдите на сайте там тысну православие открыто крещение вы считали я читала не к этому добавить дело в том что я сама с россией а вот мои дети у меня трое детей они уже крещены здесь вот здесь у нас вот где я живу и я именно с мочением вот у меня дочки сейчас 18 лет и вот пять лет тому назад я был 13 лет вот я когда пришла в церковь вот нашу православную нашу поместную вот и батюшка первым делом спросил что что твой ребенок без креста я готовы хотели ее покрестить я говорю когда я исполнится там 13 лет чтобы это было буквально через две недели единственное что он сказал иди сейчас крести ну я посмотрела цена такая 150 гривен это для меня было дорого это по вашему где-то около 1000 рублей вот для меня это было дорого я потом два месяца эти деньги отдавала но я помню сразу же ее завели это была суббота завели в крестильную батюшка ее так помочил ну и все а я там еще ничего не понимал православие я думаю такая обрадовалась я могу сказать только безобразие прости господи не вмини во грех ну выходит так вот об этом павел говорит лютые волки не щадящие стадо да и гнати тихоныч вот еще у меня очень большой вопрос только вы надо мной не смеетесь потому что вопрос вам понятен ответ вы уже знаете а я уже я вот смотрите как правильно молиться не по четкам четки у меня есть я бывает что молюсь вот смотрите бог познается видимо ну вот бога мы всегда вы как-то сами сказали что бога мы познаем через природу иисуса христа мы познаем через евангелие да правильно правильно вот мне скажите вот я уже настолько исходилась везде одни иисусу христу поклоняются другие именно только духу святому молиться вот мы православные в молитве кому в первую очередь должны обращаться к отцу небесному войны иисуса христа или сразу к иисусу христу вот я и для меня сейчас я ни у кого просто не могу спросить и чтобы на данный период бери карандаш что не забывали на пиши вот меня в руке первое все молитвы начинается духу святому так ну я тоже так молитву небесный утешитель это моя духа святому дальше вторая молитва которая идет дальше очень наш в конце это три святое это отцу небесному отцу небесному иисусова молитва по четкам это господу иисусу христу иисусе христе сыне божий помилуй мне но считать первый какой второй это церковное правило дома вас никто не регламентирует это един бог один и поэтому вы мы не знаю насколько хорошо слышали что я говорил молитва трех ступеней первая просительная дай да помоги спасибо второе благодарение получил не получил и третье словословие ничего не надо аллилуйя аминь и аллилуйя свят 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 господь самого все то есть вы никогда дома не забывайте произносить перед богом имя бога иегова скажи славлю тебя мой бой мой бог иегова а воочи хотя бы расскажите вот вот плохо что вы меня не видите я вам все это показывал бы ну ладно я вас вижу вот то что установили святые отцы это уже опробировано то есть проверено в течение двух тысяч лет молитва их останавливала реки сдвигала горы у там где они были по замирение народов было то есть мир наступал и поэтому мы в молитвах призываем в помощь святую богородицу пресвятая дева мария спасибо слово спаси означает молитвами спасает только христос но слово спаси обращается к ней почему господь ведь я давал вам спасителей то есть спасители понятно какие это не 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 господь а остальным вопросом и николычу да творец там апостол павел моли бога она скажет а почему молитесь я в описании об этом говорит а где написано ну где написано послание к евреям там прямо говорится мы приступили к духам праведников достигших совершенства 12 глава вот отсюда мы исходим мы в полноте мы не теряем связи с отошедшими церковь двух два имеет как бы сказать к отделение или это небесная торжествующая которая поет свят 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 и земная борющаяся которая все еще вопиет а в овощи помоги господи грех одолевает приди на помощь и нужно себя проверять вот для меня эпиграфом стало это солом 118 164 7 раз в день на молитву вот поставьте света за правило это 7 минут а разовая занимает и 100 поклонов поклоны никогда не бросайте поклоны почему иисус хрисос говорит вы не знаете чему кланяйтесь а мы знаем чему кланяемся иисус говорит и перед христом когда приходила мать сынов заведей в гонах кланяясь написано говорила и прохоженные кланяясь кричали везде кланились еще вы стоите как столбы этому на бы сектантом говорим с поклонами молитва и обязательно своими словами салтыр считаете на русском языке все думаете на русском на русском нет но у меня есть просто в библии вот эти библии вот библии то вы не знаете там разбивка и я не знаю как какого формата у вас библия вся весь псалом салтырь это 20 кафизм а кафизма на три славы то есть трижды два шесть шестьдесят одна шестидесятая сейчас по страницам разбить можете это вот это вот у меня старая библия вот вот библия в середке у меня вот здесь вот повыше поднимите они не видно повыше вот как но вас каноническое это не православное издание это не православное у вас там православное и знаете технич а православные у меня вот я вижу это православное в православной 77 книг они еретики сектанты 11 книг выбросили 11 книг церковь всегда имела эти книги по ним святые отцы говорили проповеди и они не могут сказать почему чего ради выбросили книги которые церковь признавала чего ради отчитание у меня не в библии есть сераха это не каноническая книга бога данная так вопросы еще один вопрос последний хотя бы вот сейчас скажу одну притчу я читала однажды одного старца ну как причем маленькие такие и значит один монах приходит к своему старцу и говорит отче я целый день ну как целый день вспоминаю о боге а старец ему сказал а я целый день вспоминаю своих грехах вот вы говорили что как таковой прелести нет ну прещаться там ли как тут нету такого слова да нету в библии такого слова именно прелесть но я вот хочу сказать свои чувства может быть она неправильная но вот у меня в течение сколько лет я когда думаю о боге вот я хожу что-то размышляю думаю о боге да я размышляю своих грехах я грешница и грешники цари супер грешные грешницы и ну как вот вы говорите богогрешные супер грешные всякие всякие вот но вы знаете когда я рассуждаю о боге я чувствую моё может быть это как она господи прости одну кого ли еще как-то но она настолько как бы сладко вот вам нет это слово бог господь и когда я рассуждаю об этом у меня сердце вот как бы вот в руке как бы кто-то вот сжимает вот так вот вот мне настолько это приятно чувствует кажется вот я бы вот вот как говорят вот я съел свиток и она так сладко было у меня в устах вот было такое да и вот у меня это чувство она мне мне нравится вот понимаете я люблю рассуждать о боге может быть какие-то слова с писания я вспоминаю но мне это настолько приятно вот это вот не прелесть как вот по православному вам скажут что это прелесть. Скажут. Но здесь прелесть, прелесть. В первую очередь, это слово истребите, никогда не употребляйте. Это монашеское оружие. Бьют друг друга. А во-вторых, о грехах мы можем помнить для благодарения. А размышлять целый день не надо. Мы прощенные. Господь говорит, возьму ваши грехи и брошу за хребет свой. За спину брошу. И не вспомяну. Все наши грехи это одна маленькая искра в океане любви Божией. И вас Дух Святой как раз и побуждает размышлять о любви Божией. О безмерной радости, которую он дарил. Совершенно правильно. А тут неправильно. Но надо помнить, что кто ты был. Поэтому о своих грехах Петр помнил об отречении. Павел говорит, я не достоин называться апостолом. Я гнал церковь. То есть он помнил это. Помнить для того, чтобы быть благодарным. Я о них о грехах не хочу размышлять. Они прощенные мне. Я в это верю. Иначе это не верие. Какое? Бог меня простил. Но я не буду их забывать. Чтобы все время сердце наполнилось благодарностью. Господи, где я был? Вот у нас в семье 10 детей у родителей было. 10. Но самую большую пищаль для моих родителей я доставил. Я. Но меня Бог избрал более всего. Почему? Когда я обратился к Богу, у меня там такие испытания были в армии. Там поместили в психиатрическую больницу. И мама туда прилетела из Алтая, в Хабаровск. А когда я был в Латвии, там я обратился к Богу. Она опять побоялась, куда бы я ни уклонился, она опять прилетела. А потом сама мама обратилась, покаялась и во Христе умерла. Поэтому сегодня мы все в стадии развития, духовного роста. Да. Вы всегда написано, что помышляйте о Боге. Помышляйте о горнем, а не о земном. Это говорит нам в священном писании. Горня, это что? Это Бог. Это ангел, это царство небеса. А земной это наши грехи, мы такие черви, а не человеки. Как Давыд молился. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Послание к филиппийцам Павел писал, находясь в темнице. Одна рука у него была прикована к сырой темнице под землей, а другой он писал, братья, еще раз говорю, радуйтесь. Это радость от того, что мне Бог открылся, Он избрал меня. Он коснулся Духом Святым мое сердце. Он дал мне силу Духа Святого. Он направил меня в путь, любовью своей, чтобы другие об этой любви услышали. Я переполнен этой любовью. Я до края земли проеду. Это Бог так сделал. Все понимают, что за 9 лет написать 38 книг, написать, а каждая книга 750, это абсолютно невозможно. Да еще у меня там три выставлены, которые только в интернетной версии. И делать то, что мы делаем нельзя. Почему? Это все делает любовь. Самое большое препятствие у нас это священники, которые за мной гоняются, лютуют, лгут. А для меня это никакой роли не играет. Я всех их люблю. Господи, они тебя не знают. Иначе бы они сверяли свои поступки. Я об этом патриарху написал. Пимену, Алексею, Кириллу. Люди не знают Бога. Я для этого призвал, чтобы возвестить. А где это известно? Ну, открой Евангелие от Матфея, 22 глава. Послал, говорит, зовите на брачный пир. Мы посланники. А кто-то не придет, кто-то голову разобьет. За это с меня не спросятся. Идите по изгородам всюду зовите всех. А тобой дивный Господь, как прекрасные ноги благовестующих мир. Ты, Елена, радуйся. Вы свое имя-то знаете, как переводится? Доброе, ласковое. Пусть положит вам Господь на сердце оставить самое доброе, что у вас есть. От того не отходите. Вы в православии должны показать, что значит знать Писание и что значит не знать. Вот взять сто, ну, бабушек возьмем у баптистов и сто православных. Их сравнивать даже нельзя. Да. У баптистов живут более чисто. Они не ругаются. Ну, посты не соблюдают, но у них просто их нету. Они не знают их. Ну, да, нет постов. Нет. Говорят, а почему тогда так? Потому что они, как Господь сказал, вы очищены через слово мое. И больше нет греха, как подать кому-то соблазн. Лучше бы жернов ему купили и повесили. Соблазн подается нашей недостойной жизнью грехами. Вам Господь это дал и дал очень много и поэтому много спросит. Ни дня не находитесь без благовестия. Где можете говорить? И вас будут гнать. А ты целуй эти руки, которые будут бить тебя. Гоните. Поносите. Но возьмите то, что Господь послал через нас. И поэтому вас Господь нашел. И те, которые старые друзья, баптисты, остались там, писятики. По одному не ходите. Найдите, чтобы двое были. По двое. А другим сказать, чтобы молились за вас. И будьте там свидетелями. Вы многое там подчеркнули. Многое знаете. Но дело в том, что вот с нашей общины, где я была, уже четыре человека тоже ходят в православие. Я как могла им сказать, сказала, но я уже думаю, чтобы меня там не то, что не прокляли, а еще как-то там. Не бойтесь этого. Не бойтесь. Это ваш путь. Мы должны Бога благодарить за здоровье, за болезни. Апостол Павел говорит, я трижды молил Бога, чтобы удалил ангела сатаны. А кто это ангелы сатаны? Гонители, говорит Иоанн Златоус. Жало в плоть. Гонители. Он говорит, довольны для тебя благодатью моей. Я тебя люблю. Я тебе все дал. Такие знания. Такой трезвый разум. Ты постишься. А они не знают. Поэтому надо уравнять это коромысло. Руки поперек поднимите. Это как коромысло. И вот зацеловали нас. А поэтому с той стороны выравнивают. Там поносители. Там гонители будут. По затылку тебя еще ударят. Ничего. Благодарю Бога, чтобы эти весы выровнять. А первое коринфянам 10 глава 13 и си говорит так, чтобы вы могли перенести. 10-13. Не по силам Бог не даст вам. Вот и все. Вы далековато от нас, конечно. Если бы были рядом, мы бы пригласить могли. Пригласить. То есть разрешить иначе сказать. Вы бы своими глазами увидели. Побыли в общине. Но мы и так видимся, если вы ролики смотрите. Володя, а вы меня не видите только. У нас все записывается. Мы этот ролик. Да я знаю. Мы передадим Сергею. И он там его поставит. И вы себя посмотрите. Вас-то видно хорошо. Я сегодня смотрела службу у вас в общине. Службу. Когда приезжал Виталий. Вот. Митрополит или кто он у вас там. Нет, это Ивтихий был. Ивтихий. А, Ивтихий. Да, так. Я смотрела. А вот вы скажите, пожалуйста, еще. А сколько у вас службы идет? Вот у нас в храме где-то около 3,5 часа. А у вас как? А когда это? Утром или вечером идет? Утреннее. У нас, ну, одна служба просто. А одна, 3,5 часа? Да нигде такой службы нету. А? 3,5 часа такой службы нету у православных. Нет. Это только... Если архиереи, они раздевают, одевают, чуть не в бане парят. Там, конечно, дольше. Ну, у нас вот так. У нас вместе с молебном после службы где-то идет 3,5 часа. Ну, это уже не служба. Это молебен, дальше отпевание там все. Службы, конечно, меньше. Вот в воскресенье у нас полтора часа. Полтора. Вечером 2 часа все. Ну, просто не всегда можно очень тяжело выстоять, потому что вот у сектантов, допустим, у них только сидят. И я очень долго привыкала. Я первый раз, у меня настолько опухали ноги, но за 3 часа я просто не могу стоять, потому что я полная сама по себе. Вот. И я не могла выстаивать. Я потом, если домой приходила, я до вечера просто встать не могла на ноги. Это грех не ваш, это ваша тучность давит. Вот у нас в деревне 87 лет ей, 87, но прикинь на свои 51. И она никогда не сядет. Она как свечка горит. Вот я, у меня все изорвано, попорчено, но мне 73 года, 74 теперь уже. Я никогда не сажусь. Меня сидящим никто не видит. Почему? Я перед Богом. Вы лишнюю полноту сбросьте. А вы знаете, сколько килограмм у вас с лишним весом? Я вам скажу сейчас. Сколько веса у вас вообще? Не скажу. Вот это не скажу. А не скажете, потому что не знаете? Нет, я знаю, но мне стыдно. Ну, зачем я на весе не знаю? Ладно, сами запишите, что делать нужно. Запишите свой вес в килограммах. Для себя, для себя. И свой рост. Вот. И теперь 100,5 отнимите. Это ваш вес, за который нельзя заходить. Ну, допустим, ваш рост 60 сантиметров. Ну, да, да. Не 60, а 160. Метр 60. 160. А вес, допустим, скажем, 80. Вот. Теперь 160 и отнять... Минус. Ну, от 80 и отнять 60. 20 килограмм. 20 килограмм. И пятерку сбросить еще, 25 наберется. Так что вот это все сбросить, ноги не будут болеть, вы будете бодрые. И просто зачем вам лишнее, чужое, говорит, сало на своих костях носить? Не надо это. И все болячки, ноги опухают. Это от полноты. Пост соблюдайте. Один раз или два раза в день понемногу. Никогда. Вот я мясное в рот не беру совершенно никогда. Это вам не надо. А я тоже мясное не ем. У нас козы, мы держим коз и у нас молоко просто. И надо работать. Для полноты необходимо 4 условия. Запишите, что главное. Чтобы по ним ударить. Первое. Обжорство. Да не с чего обжираться. Второе. Вы все будете оспаривать. Но особенно второй пункт будете оспаривать. Второе. Лень. То есть лишнее не переработает. И в скобках напишите. Два-три раза в день нужно пропотеть. Это или бегом бежи, или работа, или тки, или дровакали. Третье. Много спанье. Третье. Много спанье. Вот мы ложимся в 4,40. Вы знаете это. Встаем. 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 Не ложимся. Встаем. Встаем. Я думаю, котой-то ее плохо слышу. И четвертое. Это так называется безусчастье. Беспечность. 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 Нет. Вот это вот первые три про меня, а четвертые нет. Беспечность. Но вы все равно по нему пройдите в новом порядке. И вы увидите. Так это или не так. То есть где случается где-то что-то. Моя хата с краю. Да ладно там где-то. Где-то беда. Где-то там наводнение, цунами. Да это где-то. Ты возьми это все ближе к сердцу. Ты за все будешь молиться. Вы за сегодняшнего премьера министра. Кого избрали временно президентом. Я молюсь за всю Украину. Я очень люблю Украину. Вы знаете, я вот с Россией сама пол жизни своей прожила в России. А потом мы с мужем приехали сюда. И такая страна замечательная. Люди чудесные. Я просто удивлена, что вот последний год откуда-то ненависть такая взялась. И я просто... Ну я не узнаю Украину. А вообще страна замечательная. Ласковая, нежная. Ну все репетиты, которые самые лучшие можно к нашей стране. Вот в России как-то люди жестче. А в Украине они намного мягче. Намного. Ага. Хорошая страна. Хорошая. Так. Я вам кое-что сейчас дам немножко просчитать. Так. Смотрите. На этом нам надо букву подставить. Сейчас подождите-ка. Я поисковик заряжу. Есть у пророка Исаии такое слово одно. Вы его сейчас себе запишите. Исаия 13 глава, 14 стих. Угу. Угу. Так что вы побежите, бросите все имущество, а мы вас тут примем. Сразу к нам приезжайте. А я к вам, а я к вам и приеду. Я уже давно про это думал. Вот так. Господь осмотрит. Я хочу, я хочу, я очень хочу. Так что все меняется. И которые будут гнать вас по делам нашим. Мы дали им дурной пример. Голодоморы разные устраивали, гнали. С чего от русских только люди не натерпелись. Поэтому мы должны принять это с благодарением Богу, что за наших дедов Господь нас находит. Может быть и дедам как-то полегшить за это. Надо благодушно все смотреть. Ни на кого не обижаться. Да. Слава Богу за все. Слава. Слава Богу. Благодарю вас и вас люблю. Ну спаси Христос. Мне было приятно вещи с вами провести. Ну тогда отключайтесь давайте. До следующего раза только через Сергея. Хорошо. Когда у вас будет вопросов накопленных, настоящих, которые вы у меня не найдете на сайте. Вопросов там, ну не меньше семи. Тогда опять выйдите. С Богом. Храни вас Господь. Спасибо Господь. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Приятно просто было. Все, вы включаете. Давай.